И к другим темам. В два раза увеличились объемы производства на акционерном обществе ЗИК-100 в этом году. На заводе делают зерновозы, грузовые вагоны, 25-метровые платформы. Денис Севков побывал на предприятии. Валерий Медынин работает токарем на заводе ЗИК-100 уже 40 лет. Сейчас он растачивает ступицу. Это первый этап формирования колесной пары. Станки современные у нас на расточку уходят по меньше времени, чем на карусельных станках и на других типах станков. Станок занимает маленькую площадь, во-первых, и как бы производительная. Одно такое колесо весит почти полтонны. На них стоят зерновозы, грузовые вагоны, платформы для перевозки тяжелой техники. На одну пару у заводчан уходит 4 часа. Смену работники предприятия делают 25 колес. Здесь производится три этапа. То есть токаря обтачивают ступицу, запрессовывают колесную пару. И слесаря подвижного состава производят монтаж колесных пар. Ось вставлена между двумя колесами. Пара готова. Ее обязательно нужно проверить на прочность. На завершении монтажа третьего этапа сборки колесной пары его обязательно тестируют. Сейчас эта конструкция идет со скоростью 60 км в час. Ровно столько, сколько движется грузовой поезд. В этом году на заводе ЗИК-100 в два раза увеличились объемы выпускаемой продукции. Реализовали ее более чем на 4 миллиарда тенге. План почти выполнен. Мы получили устойчивый производственный план по освоению и изготовлению платформ и вагонов для нужд Казахстана. Благодаря поддержке правительства Казахстана. Предприятие планирует товарный выпуск продукции на 2016 год. Порядка 6-7 миллиардов тенге. В этом году на предприятии начали выпускать 80-футовые платформы. Их длина 25 метров. Они могут выдержать груз до 70 тонн. В Казахстане их производит только завод ЗИК-100. С начала года на предприятии собрали 130 грузовых вагонов. В 2017-м эта цифра увеличится в 10 раз. Денис Севков, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин